Здравствуйте, дорогие зрители, я опять в гостях у Николая Росова, историк-видеоблогер, через черточку из Перми. Все правильно, историк-видеоблогер. Историк-видеоблогер из Перми, вот так вот это называется. И сегодня рассказ про самого молодого Папу Римского, но это не из телесериала, это реальный Папа Римский, еще до 1000 года он где-то был, и им завершился такой вот эпизод в истории папства, когда там вообще папы были, это называется, так сказать, порнократия. Порно, это вообще говоря, это современное значение, все знают. Благодаря этому современному значению существует интернет, говорят, большая часть, значит, как это, трафика связана с трансляцией порно из-за всяких материалов, вот, а порно это типа блудница, да, какое-то там словечко ваше там это вот, из классического. И вообще говоря, тут была эпоха лет 60, наверное, да, когда Пап Римских ставили группа женщин, значит, она, по-моему, мать была, и что, там, ее дочери или дочь и внучка, вот, женщины, которые, ну, по мнению, отличались неким легким поведением, но это просто, скорее всего, про них так говорили, на самом деле были нормальные, приличные женщины, которые просто заботились продвигать своих мужчин. И они их продвигали, Папы Римские, вот, но они какие были, таких и продвинули. Других у меня детей для вас нет, берите этого папу, вот такие дела, то есть я так сразу за них кинулся оправдываться. А это была еще та эпоха, а когда не было вот этих вот, так сказать, конклавов, да, сейчас вот люди моего поколения пережили, так сказать, несколько выборов Пап Римского, да, Пап Римский, когда один Папа Римский, значит, уходит, умирает, или вот при нас он в отставку ушел, вот, был один, то собирается конклав, кардиналы, сидят, думают подолгу, говорят, что по нескольку лет даже как-то конклав продолжался, вот, на эту тему даже есть итальянский фильм, у нас есть Папа, значит, как проработал, так сказать, так сказать, Конклава, да, когда Папу Римского они выбрали вроде, ну, в общем-то, не то, чтобы комедия, но как это, итальянцы будут смеяться над Папой Римским, нет, ну, в общем, это такой вот, добрый фильм про доброго, в общем-то, Папу Римского, вот, вот такая вот история, а ведь в ту пору еще конклавов не было, как тогда назначали-то Папу-то? Папы в то время назначались группировками могущественных семей, понтификатов, о том, о котором мы будем говорить, теофилакты стали главенствовать в Риме, префектура Рима, римским понтификум, рома понтификус, они назначались из числа ставленников, крупных домов, и те, кто побеждал в партии, их партии продвижения, тот и становился новым Папой. Именно так зачастую определялся будущий Папа Римский. Порой он был даже не духовным лицом, он был светским иногда. Его уже задним числом назначали на духовную должность, на кафедру Рима. Я напомню, что по Никейскому собору нельзя переходить с кафедры на кафедру, и понтифик может перейти, только будучи уже облеченным папской тиарой, и только в Риме, только Рим. Поэтому старались все эти бумаги оформить заранее, чтобы человек мог продвинуться сам, как бы. Получается, если он стал епископом, ну я вот, может быть, он епископ, там, у католиков тоже стеремен, где-нибудь там, я не знаю, в Ахене или в Париже, то вот он уже Папой Римским не может стать, да? Он не может стать Папой Римским. Для того, чтобы стать им, его нужно перенести всеми правдами и неправдами на кафедру в Рим. Всеми правдами, подлогами, взятками, вот кафедра в Риме должна быть. А нет, а, так сказать, выбрать его вот какого-нибудь там, я не знаю, гамбургского епископа, давай выберем вас римским епископом. Так нельзя, да? Так нельзя. Нужно обязательно было, чтобы хотя бы какую-то церковь, но если не церковь, то маленький приход, но в Риме у него должно быть духовное звание, духовное звание в Риме. А, ну то есть он должен быть каким-нибудь небольшим священником в Риме, у него там какой-нибудь, один из храмов, какой-то приход за ним должен быть, да. А сам он там в Гамбурге? Или сам он там в этом самом... Конечно, давайте будем ближе к истине и правде, потому как это как с нашими губернаторами. Губернаторы, они, конечно, у нас сидят якобы в Мурманской области, в Пермском крае у нас, да, но мы все знаем, что губернаторы даже глаза этого края не видели и видеть не хотят. Вот примерно так с этими людьми и было. Они, конечно, получали что-то, потому что должны были получать, но без этого даже не солидно было бы. Но быть там, ну нет. Ну как, епископ Равенский, епископ Равена, как далеко до Равена ехать? Деньги-то я получаю, они мне привозят деньги, но чтобы поехать в Равену, а зачем это делать-то, собственно говоря, если есть Рим? Вы готовы променять Рим на какой-то Ахен? Рим – это Рим, Вечный город. В некотором роде, поэтому мы Третий Рим, да? Не зря, не зря Третий Рим. Всех манит в этот город. Представьте себе такую картину, чтобы мы начали рассуждать об этой эпохе. Это Латеранский собор, тогда маленькая базилика, тогда каменные стены, романская церковь, толстые кирпичи, крепкие камни, высокие своды, груз этих веков на вас надавливается, падает, и перед взорами людей, собравшихся, там высших духовников, там, конечно же, клир, миряне, богачи, лучшие люди города, весь свет Рима собирается, на их глазах выволакивают труп несчастного папы Формоза и садят этот труп прямо на престол святого Петра, одевают его в белые одежды, надевают на его голову тиару папскую и начинают допрашивать. Это может показаться смешным бредом или ужасающей пародией, шуткой. Увидеть людей в конце девятого века, наблюдающими за судом в 1897 году, состоявшимся над мертвым папой Формозом. Был шок, люди крестились, некоторые падали. Этот папа, естественно, не своей смерти умер, но мы сейчас не будем говорить про то, как он умер. Главное, что его тело безжизненно вытащили, принесли обратно, прямо на Синод, и посадили в кресло понтифика, одели его в одежды и осуждали. Осуждал его новый папа. Два параллельно существующих папы было. Это вызывало ужас у верующих в тот момент. Как я сказал, некоторые не выдерживали. У кого-то пошла носом кровь, кто-то просто облегчился прямо на полу. Это был настоящий труп, который вытащили и посадили за место папы. И нынешний папа, нынешний папа обличительную речь произнес. Это был Стефан. Молодой папа Стефан, который, Стефан Шестой, а некоторые говорят, что это Седьмой, это из-за того, что не все Стефаны нам дословно известны, но это либо Шестой, либо Седьмой папа Стефан, который обвинял папу Формоза в том, что он не дал ему кафедру в Риме. Помните, о чем мы говорили? Вот этот молодой папа Стефан не мог быть интренирован как папа, потому что у него не было кафедры у Стефана Шестого, Седьмого, и он хотел кафедру, но дело вот в чем. Этот папа мертвый, который перед нами сидит сейчас, он отобрал в свое время кафедру в Риме у папы Стефана, будущего, нынешнего. И чтобы это вернуть, все решения папы предыдущего необходимо было отменить. Но так повелось с Никейского собора, что решение папы отменить нельзя. Он же божественный наместник Бога на земле, верно? Кто может отменять его законы? И после смерти следующий папа тоже не может это сделать. Вот засада юридическая, юридический казус, нельзя никак. Но нет, можно. Только одно условие надо выполнить, чтобы папа сам отменил собственный указ. Наместник Бога на земле может ошибаться. И он может исправить ошибку, отменив. Так вот, проблема только была в том, что папа Формоз не хотел отменять и умер поэтому. Но отменять все же надо, поэтому папу, невзирая, представьте, никакие формальности уже мертвого, притащили на собор и обвиняли. Обвиняли в разных делах. И в том, что он попытался дать императорскую корону не тому, обычные дворянские склоки. И в том, что он несправедливым был по отношению к бедным, мало, мало помогал народу Рима. И в общем, придумайте все эти обвинения сами. Насколько вам хватит воображения. Они обвинили папу во всех грехах, а сзади этого трона стоял диак этого самого Стефана. И голосом папы отвечал. Создавалось впечатление, что мертвый папа говорит. Это получило название трупный сенот. Трупный сенот 897 года. С него началась эпоха порнократия, о которой мы говорим. Эта эпоха началась с того слова диака, который признавался мертвый, несчастный папа Формоз, в том, что он был несправедлив и мертвый отменил решения свои при жизни. Наверное, в этом есть какая-то ирония. Нам всем стоит подумать об этом ужасном факте из истории христианства. Мертвый определил, что в жизни он был неправ и отменил все свои решения при жизни. И вернулась кафедра у Стефана, и Стефан начал править этой новой обновленной церковью. Она по-настоящему была обновленной. А вот теперь небольшое отступление от папы. Не проще было этого самого Формоза объявить антипапой. Есть такой набор, были такие времена, когда пап было несколько. Один потом признавался в истории папой, а все другие, иногда это было действительно несколько, они были антипапой. Есть такой термин, папой и антипапой. И в Большой Советской Энциклопедии есть полный список всех пап и антипап вместе взятых. И причем он не совсем полный, он не только в энциклопедии не совсем полный, он и у Ватикана не совсем полный, есть там просто по времени некие лакуны, неизвестно кто после кого там был. Не проще было его антипапой сделать? Проблема была вот в чем. В отличие от первых антипап, которые были в третьем веке, этот папа Формоз не имел своего претендента при жизни. Папа Папа Стефан он уже был новеньким, как вы понимаете, папой. Он не был при его жизни. И он хотел занять его титул после смерти. А при его жизни никто не оспаривал, что он папа. Если его объявить антипапой, выходит, что сам апостольский престол ошибся, что ошибся Святой Дух. Но если Святой Дух ошибся, то, ну это уже сами понимаете, что значит. Это уже совсем не хочется такого признавать. Поэтому было объявлено, что папа сам добровольно отрекся. И, кстати, это даже лучше, заметьте. Он сам отрекся, все в порядке, целостность, авторитет церкви не нарушен. Он признал свою ошибку. Расходимся по домам. Человек сделал ошибку, человек ее исправил. Именно поэтому, кстати, создался Трупный Синод, чтобы не переламывать вот эту тяжелую грань, жесткую грань. Конечно, потом все спрашивали, ну папа разила, конечно, все понимали, что он мертв, но Дух Святой, Дух Святой говорил за его престолом, значит, Дух-то не ошибся, на время он вернул жизнь в тело папы и в этот момент он смог нам признаться, покаяться. Покаяние никогда не поздно. А вот теперь мы отойдем немного от этого Трупного Синода и Борджа, да, вы все знаете эту историю. Очень часто, когда говорят развратной папой, папой антихристы, образец аморальности, вы всегда вспоминаете популярную сегодня картину сериал Борджа и Александра Шестого, бывшего Родриго Борджа, который заправлял Римом и был ужасающе аморальным человеком, имел много любовниц, незаконно рожденных детей, вел не очень благовоспитанный образ жизни, сам был далеко не без греха, ну и убийство тоже он совершал, так что за ним вяжется такой темный шлейф, что все, когда говорят о папе антихрист, самый тяжелый, самый страшный папа в истории, говорят про Борджа. Поверьте, тот, о котором мы поговорим, он ему не читал. Это выше. Это выше всего, что вы смогли вообразить в аморальности и нечистоплотности папского престола. И если с этого трупного синода, самого по себе ужасного события, начинается эпоха порнократии в Риме, то с Иоанном 12, о котором мы поговорим, она закончится. Это будет кульминация, это будет рассвет, это самое удивительное, самое яркое, самое безрассудное и самое отъявленное, самое нечистоплотное, даже антихристианское правление будет при Иоанне 12. Представить, что он делал, даже тяжело и по обличительным, и даже его апологетикам, по апологетическим письмам про него, так что даже его сторонники, которые в целом могли бы написать его историю добросовестно, умолчав о его преступлениях, они были вынуждены признать, что он был невероятно жесток, это был папа, побивающий все рекорды, вот когда говорят, что Родриго Борджи убивал людей, отравлял своих собственных понтификов, закатывал пышные вечеринки с разгульными девицами у себя на вилле, но это вот он делал для себя, он убивал для себя по политическим мотивам, ему это было важно, ну а что он делал на своей вилле, ну вот, простите, его собственность, он сам имеет право, что, кто мы такие, чтобы судить, его, его вилла, его деньги, но вот папа Иоанн 12, о котором мы поговорим, он превзойдет во всем всех, когда говорят про самого молодого папу в истории, упоминают Бенедикта 11, который вроде бы как взошел на папский престол в возрасте 11 лет, хотя тут надо сказать не взошел, ему помогли наверное встать, престол очень большой, мальчику трудно садиться на него, но это неправда, после недавних изысканий стало известно, что он все же взошел на престол, это было преувеличение, не в 11, а в 21 год был избран папой, это было уже избрание, 21 год он стал папой, а Иоанн 12 стал папой в 18 лет, это был самый молодой папа в истории папства, это был самый отъявленный папа в истории папства, и это был папа, который породил Священную Римскую Империю, я думаю, вы о ней все знаете, папа, который дал корону Атону первому, папа, который такое явление, как Священная Римская Империя создал в Европе, и на много тысячелетий, вплоть до Наполеона, она просуществует, вот это папа, начинавший эти великие дела, это Иоанн 12, но перед разговором о том, что он сделал, я не могу не рассказать, насколько прогрессировал уровень жестокости, аморальности в папском престоле с момента вот этого трупного синода, начавшего, начавшего черную эпоху, черный век папства, принято традиционно датировать черный век, черную эпоху папства 10 веком, первой половины 10 века, заканчивается она в 965 году со смертью Иоанна 12, начинается со струпного синода 897, это время получило название проклятый, черный, забытый, дьявольский, антихристианский, жесточайший век, и в это время, в это время правили Римом крупные и очень жестокие семьи, семья Тускулы, из которой происходит Иоанн 12, заправляла понтификатом Рима, оправдывала преступников, которые совершали убийство в их честь, и поощряла мздоимство, вымогала взятки, содержала у себя заложников, в казематах убивала ненадежных политических противников своих. Ужасающие преступления, которые творились в этот момент, это следствие борьбы за власть между группировками семей в Риме, которые делили порой не только Рим, я напомню, что Рим в это время был больше, чем сейчас Рим, потому как это был так называемый патримоний, патримоний Святого Петра, город Рим, Ватикан и его обширное владение, они просекались до Абруцци, Романии, даже до Равенны, папский фе Фриули, Абруццо, Арезо Аримин, бывшая области Римской, конечно же, империи, ставшая частью теперь папской области, конечно, Рим был больше, чем Рим сейчас. Это был город, государство, но значительно крупнее, чем просто город. И там правили феодальные семьи. Так вот, именно та семья, которая станет, в конце концов, главенствующей в этом периоде, ей будет уготована участь как раз воздвигать новых пап. Самые яркие его представители знамениты в христианской церкви по их именам Феодора и Мирозия. Но если Феодора вы, может, не знаете, то Мирозию точно знаете. Две сестры Феодора и Мирозия, которые, как писал современник, по распутству могли поспорить с вавилонскими блудницами. Это те самые две дамы, которые возводили и низвергали своих любовников, меняли престолы, убивали папу, если они не слушались их приказов. Как вы поняли, Мирозия это бабка нашего героя Иоанна XII. Я не могу не сказать чуть-чуть про нее, потому как Мирозия убила собственноручно Иоанна X, бывшего папу, который не пошел ей навстречу, задушив в собственных казематах вместе со своим супругом и приказала уничтожить его указы предать их Анапине, возведя на престол Сергия III, который был ее любовником. Собственно, некоторые считают, что с этого все-таки момента мы должны вести эпоху порнократии, но я ее расширил до Трупного Синода, потому что тогда уже стало понятно, что если дозволено понтифика вытаскивать вот так, то кого не позволено, кого уже, кто тогда не без греха, кто не прикасает, кто тогда вообще достоин этой папской тиары. И она завела такие страшные обычаи, как назначение их любимых кавалеров. Она открыто заседала вместе с папой на заседаниях. Было ужасающее для того времени присутствие женщин на официальных мужских мероприятиях. Да более того, она не просто пошла дальше. Морозия выбила титул себе. Она стала первым сенатором Рима. с первым сенатором женщины Рима. И получила женский феминитив этого слова. Сенаторша. Сенаторша. Сенатор, как бы мы сказали, может быть. Назывался этот титул домно сенаторикс. и это первый женский сенатор в истории Рима, вообще в истории Рима. С истории Августа, с истории Гракха, с истории Цезарей. Первый сенатор женщина. В Риме, конечно, вы помните, сенаторские полномочия не давали. Да и любые полномочия не были женскими, все это были мужские полномочия. И более того, стала Патрицией. Патрицией-патрицианкой. Не просто женой Патриции, но Патрицианкой как таковой, с вытекающими правами и привилегиями, что подразумевало как и ведение боевых действий, она могла возглавлять армию, так и наследство, наследственные права, матрилинейное наследование. То есть ужасающе удивительно для того времени, что порицалось всеми, порицалось клиром, мирским духовенством, все, что только можно было, сочиняли про Морозию. И, конечно, кое-что неправда. Но нельзя сказать, чтобы они были, как вы вначале говорили, ну, они были нормальные женщины, просто не пришла ситуация по них, проехались критики. Нет, вынужден сказать, все-таки это были по-настоящему распутные девицы, и не только в поведении сексуальном, но и в политическом, потому как с ними связан упадок Рима. Именно часто их любовное влечение, которое, как вы понимаете, влекли за собой назначение новых кардиналов, откуп взяток, назначение своих любимцев на посты, которые через любовника папу, конечно же, были сделаны, рождение детей от пап, Морозия родила от папы Сергия Третьего, ну и, конечно, умолчав о том, что они сами по себе, вызывающим поведением, откровенными нарядами, на которых они выряжались, выходя к толпе, провоцировали их на негодование, злобное негодование, Рим не любил их. Вскупе все это позволило им претендовать на такую незавидную должность блудниц Рима. Морозию рисовали на одной из мозаик, а потом и в книжке, в иллюстрации, как вавилонскую блудницу, которая оседлала тваря с многими головами. И вот на ее голове, как, можно сказать, сатира того времени, папская тиара, конечно же, вместо какого-то обруча папская тиара. Она настоящий папа Рима, папа-мама Рима. Да, кстати говоря, к этому времени относится папство, пускай не прямо к порнократии, но близко к ней, чуть раньше было, папство Папессы, Папессы и Анны. Но это все такая история, которой мы не коснемся здесь. Все же мы можем потом поговорить, может, в отдельном стране про Папессу, была ли она вообще в целом в истории римских пап. Но вот то, что в этот момент соединились все самые, наверное, развращенные, самые вызывающие вульгарные поведения дома Теофилакта, Теофилакт первой в династии тех самых Тускола, которая принадлежала Морозия, они вылились в то, что получило название порнократия. Кардиналы меняли друг друга как перчатки. За 50 лет 24 папы сменилось. Невероятная ротация кадров, невиданная доселе ротация кадров, они буквально менялись на глазах. Ее собственный сын, сын Морозии от папы умертвил свою мать, заточил по другой версии в казематы и поднял восстание против нее, отец будущего нашего героя. В это время сменилось около четырех пап. Лев седьмой, Стефан восьмой, Мартин первый и Агапит второй. Менялись, даже не успев посидеть, кто-то даже год не отсидел и был убит. Наш же герой родился в этот самый момент смен папства. 955-965 это годы его правления. И его отец получил богатое наследство, но его мать не меньше. Его отец это Альберик второй из династии Туском. Знаменитейшая древняя фамилия Рима, которая дружила с такими фамилиями как Примапорта. Примапорта фамилия вообще в целом еще ведет историю Октавиана Августа, настолько она древняя. И Альды Арской, которая приходилась в седьмом колене потомкам Карла Великого. Так что он в этом смысле был с одной стороны потомком древних римлян и Карла Великого. Такой удивительный союз сочетался в этом интересном человеке. Обучен по самому последнему слову. Лучшие учителя из Греции, выписанные ораторы. За него его отец впрягался как мог. Он жил в самом лучшем квартале Рима. У него были богатые родственники покровители. Ну, он в общем рос как золотая молодежь. Очень сильно золотая. Не просто даже золотая, но на самом вершине. И его отец с самого начала решил сделать его папой. С самого рождения он нарек его именем Активиан. Его имя при рождении было Активиан Тусколу. Активиан, конечно, вы поняли, в честь кого? Активиан. И он должен править Римом. Теперь это очевидно, но раз вы называете ребенка Активианом, все очевидно. Он должен стать новым главой Рима. Он стал главой Рима в 16 лет. Верховным понтификом светским, префектом Рима. Префект Рома стал в 16 лет. В 17 лет его посыпались новые привилегии, теперь уже религиозного толка. Вы помните, да, кафедры? Кафедры нужно заполнять. Он стал епископом и сенатором в 17 получил очень хорошую церковь, Санта Мария Доминику в свой удел и после 18 стал папой римским и являлся самым молодым папой, тогда еще не знали, что он самый молодой, но самым молодым в истории в 18 лет став понтификом Рима. Некоторые все же говорят 17, но 18 все-таки надежнее. Ну, будем считать 17-18, он стал папой римским. Он подписывал светские документы именем Октавиан, а папские буллы именем Иоанна XII. Он менял быстро почерк с латыни на итальянский, он писал с одной стороны гражданским, с другим религиозным языком, латынь перемешивалась с народным итальянским диалектом, он был единым правителем, это вот уникально в нем, другие папы такое не совмещали, и светским, и духовным одновременно. Папа князь, божественный князь, как бы в одном соединялось и его духовное, и его светское начало, совершенно вместе, неотделимо, князь-епископ, король-епископ, наместник Бога на земле, и светский, и духовный одновременно. Ну так вот, Иоанн, и это интересно, не будет причащен. На суде, который состоится после его смерти, покажут, что он не принимал причастия, что он не вкусил крови Христа, и не откушал плоти Христа. и интересно, эта деталь не может быть придумана, потому что настолько она вызывающая, сложно это даже представить для человека того времени, скорее всего, это правда, он не носил крест, не носил крест на теле, не был причащен. Другие говорят, что он не был даже крещен, но он был крещен, все-таки он был крещен. Не надо доходить до такой крайности, но это интересно. Он не принимая причастия, крестил прихожан, да, кстати говоря, про крещение, только один раз мы находим упоминание о том, что он крестил прихожан, он не осенял себя крестным знамением, Папа Иоанн 12. С этого начинается много толок о том, что он дьявольское отродье, ну и так далее, которые, конечно же, ходили. Интересно другое, интересно воспоминание очевидцев современников о том, как он вел себя, потому как, ладно, что народ скажет, не всегда гораздо про своих пап писать всякое, да, вот интересное воспоминание, я вам сейчас его прочту, это воспоминание Леупранда Крымонского, он писал об обвинениях против Иоанна на его синодии, уже отрекшего его от власти, да, кстати говоря, это был уникальный в истории папства случай, он до своей физической смерти был отстранен от папской короны, он не умер, он был отстранен, потом он, это тоже уникальный случай в папской истории, он вернет власть, и снова станет папой, как Наполеон, он вернется, снова прозвесит себя папой, и тогда уже умрет на своем посту, все красиво будет, но сначала будет очень-очень некрасиво, он не умрет с лишением папской короны, тогда встав кардинал Петр показал, что он сам видел, как Иоанн XII вел мессу, не принимая причастия, Иоанн, епископ Нарни, Иоанн, кардинал Диакон, исповедались, что они сами видели, как Диакон был рукоположен в конюшне, Бенедикт кардинал Диакон с другими священниками сказал, что они знали о фактах посвящения папой епископа за взятки, они свидетельствовали о его прелюбодеяниях, он прелюбодействовал с Довой Ренье, со служанкой отца Стефана, с Довой Анной и его собственной племянницей и превратил латеранский дворец в публичный дом, взимая плату за вход, они сказали, что он ослепил своего духовника Бенедикта и после этого Бенедикт умер, что он убил Иоанна кардинала и Падиакона после его кастрации, которое произвел самолично, все священнослужители, а также миряне заявили, что он пил вино, прерываясь на богослужение, они сказали, что при игре в кости он вызывал к Юпитеру, в Венере и другим идолам, они даже заявили, что он не празднует утренню, не празднует утренню и не делает крестного знамения. Ну, давайте, оцените, насколько он близок к Борджи. Кардинал Борджи, Родриго и будущий Александр VI. Ну, вы знаете, вот он был агентом японской разведки, германской разведки, французской разведки, английской, шведской разведки, и он все это признавал, причем, понимаете? Дело в том, что Иоанн не признавал, Иоанн не признавал. Иоанн не признавал, я понимаю, но вот я думаю, что это, в принципе, все это навешивать можно, все что угодно. Вот, ну, там какие-то смешные вещи, папа римский не носил креста, как он, значит, вот, ну, хорошо, в конюшне он кого-то сделал, там, значит, рукоположил, а как он рукополагал, не перекрестив его, да, вот представьте себе, вот, сам, сам чин рукополагания, чтобы он не перекрестил его, но так не бывает, это какое-то что-то такое, какое-то там по политбюро ЦК КПСС, там, да, там рукополагали и не крестили при этом, да, но это же не политбюро ЦК КПСС, вот, там, я понимаю, что это очень может быть похоже на какой-то бред, мы сейчас тоже, первые, вот такие вот обвинения, бредовые, но чем дальше мы будем идти, господа, тем страшнее будет становиться, потому что, должны были, так сказать, формально, ну, что ему не причаститься, он что, какой-то был принципиальный антихристианин, причем он какую-то другую веру, что ли, исповедовал, да, очень интересно и очень похоже на то, потому что мы сейчас говорим вовсе не о том времени, к которому мы привыкли, эпоха расцвета антипапства, 13-14 века, когда они будут, церковь сейчас еще молода, и в этот момент папы были даже германетиками, папы иногда исповедовали неоплатонические учения, а один из пап был откровенным атеистом и говорил, что не может святая Мария непорочное зачатие, что это за вещь такая, не верю, это было, они об этом говорили, даже писали в своих документах, доверять всем нельзя, поэтому еще интересное также свидетельство про его жизнь. Их много, их много, и они щедры, они обильны, но вот, допустим, его апологет, его ближайший соратник, его любимец, вряд ли, который мог бы быть уличенным в том, что он каким-то образом плохой папа. Горациман, его папский, ну, в общем, в общем, знаете, любимец, любимчик, он сказал, не может быть даже сомнения, что Иоанн XII был вовсе не тем папой римским, кого христианин даже достоин быть, а уподобленный, наверное, какому-нибудь элагобалу, разбойнику, он попытался осквернить кафедру святого Петра, пусть не по ущению своему, но, может быть, дьявола, на десяти долгих лет, заслуживая называться преступником, но лишь по ущению злых сил на папском престоле, это говорит далеко не его противник. Злые силы, обуявшие папу, конечно, мы понимаем, какие злые силы могут обуять папу. Его отец умер совсем недавно, до его назначения папой, и он сразу обнаружил, что не может править Римом, как правил раньше. Иоанн 12 не смог, так как его отец держать в страхе, держать в подчинении Рим, и он решил преподать Риму маленький урок. Нерон, когда сжигал, ну или, опять же, его подставили, и христиане сжигали Рим, это как вам захочется, устраил представление, обвинял во всем христиан, начинал яростно обличать противников, так как папа Римский начинает, приходя к власти, обвинять, создается заговор, который уже сам Иоанн 12 распутывает у себя, в своем окружении, он начинает преследование оппозиции, и на глазах у кардинальской Курии кастрирует одного из кардиналов, причем он также просит, чтобы пару людей стояло рядом, и глядели на это всей Святой Курией, чтобы кардиналы любовались на это зрелище. В то же время он обещал раскаиваться в своих грехах за грехи другого человека, потому что он, с одной стороны, пытался держать свой облик, мы заметим, что по документам, которые он отсылал в епархию Магдебурга и Мерзебурга, только утвержденной недавно, где славяне христианизировались, как вы помните, он пишет, надо блюсти добродетель, надо быть справедливым, надо отринуть алчность, надо быть богобоязненным, говорит он своим кардиналам. Но сам не показывает никаких причин к тому, чтобы изменять своим повадкам, своим собственным прихотям и желаниям. Он переносит мощи святого Кирнаха в Бамберг по соглашению с Атоном и в этот момент допытывается у Аббатессы монастыря святого Кирнаха о личной встрече, после которой его посланец бежит в страхе, передавая жестокий отказ Аббатессы самому папе Римскому, что позволяет нас заподозрить в том, что он, возможно, предложил не только мощи святого Кирнаха перенести, но и с Аббатессы что-то сделать. Больше мы не знаем, потому как после этого он осадил монастырь и силой взял мощи святого Кирнаха Папа Римский осаждает монастырей. Нечто интересное, верно? Согласитесь, это уже интересно, да? В 960 году отремонтировав базилику, ведь он и архитектор забыл сказать, ту самую базилику, в которой несчастного Папа Формоза раньше ставили трупом на всеобщее обозрение, создал в нем предел отдельную капеллу святого Фомы Ораториум Апостоли с большими и фигурными фресками довольно бойкого содержания, где он был не совсем обнаженным изображен, но вот такие похожие на греческие, я имею в виду языческие мозаики там встретились с археологом и была обнаружена кровать, довольно обширная, восьмигранная, мягкая кровать, на которой видимо, как другие его злые языки говорили, он отпускал грехи, он утешал прихожан и прихожанок, желательно делать ударение на это, потому как все же пока мы не имеем права говорить о том, что он был нетрадиционной ориентацией человек, но вот прихожанок точно, потому что у ступени латеранской базилики все, кто являлся молодыми девицами схватывались, схватывались выборочно тем же самым Иоанном, который на коне въезжал по этим самым ступеням и иногда хватал юных послушниц девиц, которые приходили молиться в латеранскую базилику. Духовный отец, его наставник, попрекая его за подобное деяние, был ослеплен им же самим, сначала выколол на один глаз, потом приказал своему слуге второй. И он заставил его там же молить прощение, пощаду, пока его не избили, избили толпа, который он приказал его избить, его собственного духовного отца. И подиакон Иоанн, как я уже сказал, который также сопротивлялся, был подвергнут публичному поруганию и высечению. Кроме того, он также в рамках борьбы своего семейства Тускола с другими группировками придавал огню домознати, которые сопротивлялись, и после сожжения на их кострище появлялся на людях опоясанный, как писали, мечом в доспехе, шлеме и гребень, гребень-панцирь, который немного напоминал, надо сказать, римские такие, панцири. Папа Римский в римском одеянии, в римской одежде, в доспех, это, согласись, уже что-то интересное и новое в их истории. И сразу писали письма, конечно же, письма писали, письма жалобщики, разумеется, они не могли молчать. И если вот то, что я говорю, это могли потом навязать после его смерти Хула, что он был агентом Англии, Франции, Британии, то вот мы нашли Челобитную на имя Атона. Челобитная была написана от имени местного монастыря, которого притеснил Иоанн XII. Атон, как монарх, который заинтересован был в расширении своих владений, горячо, горячо откликнулся на его просьбы. Но что же было в этих самых в его доносах? Что писали в доносах на имя Атона? Писали следующее. Отвратительный священник оскверняет кафедру Святого Петра. Его инстинкты сильнее, чем интерес к духовной обязанности. Будучи незрелым, он погружается в разврат самого разнозного толка. Сын славного Альбериха падает жертвой собственной неузбузданной похоти. Его молодость, величие отца вскружили голову. Трагические противоречия и положения не заставляют быть к нему снисходительным. Просим о заступничестве, невыпадение во греха, спасение от жестоких тираний, спасение от жестоких тираний, поборы насилия, творящиеся в соборах, доходят до ушей Атона. Ему также сообщают через другую уже жалобу о том, что Иоанн сам занимается жестоким блудом и прелюбодействует вдовуствующее Ренье, мы уже знаем, что Леупард Крымонский об этом писал, и довой Анны собственной племянницей. Это тоже доходит до уст Атона. До уст Атона доходит еще и, что интересно, крестьянские такие босики, которые ходят иногда по святым местам и возвращаются оттуда туда. Так вот, между Кёльном и между Святым Престолом проходит путь паломников в этот момент, и, конечно, Германия знает, что происходит в Италии, знает и ужасается, что происходит в Италии, осознавая всю величину тех преступлений, творящихся сейчас в Риме. Как будто бы этого было мало, Иоанн XII превращает, и вот тут есть разные, очень разные трактовки, латеранскую базилику в бордель. Туда свозятся девицы, правда, непонятно, для какой цели, и взимается плата за вход. Насколько он хотел превратить латеранскую базилику в бордель в самом прямом смысле этого слова, косвенно указывает найденные как раз те самые части его капеллы Святого Фомы. Но есть свидетельства о том, что он занимался развратом внутри церкви и даже на алтаре. Почему он это делал, и мы должны понимать, что это невыгодно, как-то папа, ну, совершенно какой-то ужасающий дьявол, прямо рисуем картину прямо антихриста какого-то, был умственно неполноценным. Несмотря на его усилия, это одна из теорий, он все же родился с некоторым отклонением. Дело в том, что его отец Адельберих женился на собственной, это была его собственная родственница, сейчас скажу конкретно. Это была сводная сестра, он жил со сводной сестре, Альберих, но дело в том, что его родственница по восходящей каролинской линии приходилась еще родственницей там, в пятом поколении, Альдеарской, из-за чего некоторые историки делают вывод, что там был какое-то генетическое отклонение у Иоанна. Те изображения, которые мы имеем, небольшие, немногочисленные, показывают Иоанна как недоразвитого лицо, у него очень какое-то непропорционально, возможно, это было связано с его генетическим наследством, как некоторые говорят, другое дело, возможно, это был протест против императорской, ну, скажем так, против немецкой оппозиции, империи еще нету, священной римской, но возмущение, вызванное гражданами, должно было подтолкнуть Атона приехать в Рим. И Атон приезжает в Рим в этот момент, и в Риме народ желает видеть голову Папы на колу. Интересная вещь для христианина, видеть голову Папы на колу. Призывает его погонять застает его с девицами, прогоняет девицы, Иоанн XII обещает ему корону Священной Римской империи. Он обещает ему корону и даже коронует его, а после этого ожидающий толпа, ожидающий толпа вот там за дверями, которая ждет, что он сейчас Атон разберется, свергнет Папу, вернет порядок. Оказывается, что Атон внезапно становится на сторону Папы и пишет пространное письмо. Ну, просто невероятное письмо, такое доброе. Тебе, Папа Иоанн, я, король Атон, обещаю и клянусь именем Отца, Сына и Святого Духа о прибытии в Рим и буду превозносить в меру своих возможностей Святую Римскую Церковь, его правители великого. И никогда по моей воле или по воле инициативе моих придворных не будет потеряна жизнь и здоровье людей или честь, которой вы обладаете. Без вашего желания и согласия никогда в городе Риме не буду держать суд и предпринимать какие-либо меры, которые будут влиять на вас или римлян. И клянусь помогать вам насколько могу защищать земли Святого престола. Ну, конечно, когда он дает корону императора от рук папы, почему бы не подыграть, да? Ну, правда, после этого коронации, а я заметил, что это династия Атона, она начала свою династию с коронации такого довольно одиозного папы, он поговорит с ним лично и попросит, ну, не надо, ну, не надо так, ну, не настолько же, ну, надо поумерить свой пыл, надо остановиться, ну, мы все поняли, что Рим это ваша удельная собственность, мы не будем лезть в нее, ну, пожалуйста, пожалуйста, хотя бы сбавить. Обещает, да. Он говорит, конечно, все будет в лучшем виде, все хорошо. Но как только Атон уезжает из Рима, он договаривается с другой фракцией против Германии. Моентально, я думаю, Атон даже не успел развернуть коня, он уже писал документы для тех, кто должен был вместо него захватывать Германию. И он с легкостью обещает другие короны, которые может даровать только святой патримоний, только тот, кто сидит там вверху. И с таким большим энтузиазмом он продолжает предаваться разврату. Предаваться разврату, надо сказать, уже в более широких масштабах он устраивает пиры на площадях, которые так любит народ. И, кстати, народ его любил, не надо забывать об этом, не все его считали антихристом, но пиры, пиры это хорошо. Он не стеснялся разбазаривать казну папской курии, в которую собирали, между прочим, деньги все христианские владыки, на пиры для Рима. Хлеб, как говорится, бесплатный, это традиция цезарей. Вот он решил не портить традицию и продолжает ее. На пирах иногда присутствуют проститутки, иногда голые. Папаян сам не брезгует привлекать на свое пир общество женщин. Ужасающее нарушение всех канонов, всех правил, неважно для него это. Он приказывает кардиналов отобедывать вместе с ним и вместе с распутными девицами одним столом. Внушается жестких и грубых слов в адрес тех, кому он не нравится прямо на перу и дарует разные привиления епархии, монастыри. Вот если говорить про нашу историю, то кусочек такой истории славянства он одобряет кафедру Магдебурга и Мерзебурга. Те, кто будет дальше в Верхней Померании, а тогда еще поморскими славянами, он одобряет их христианизацию. До крестовых походов на Жемайти и Ливонию еще будет много-много времени, а пока он занимается Мерзебургом и Магдебургом, где тогда, напомню, славяне еще в полном объеме, язычники еще, нужные к нужной трансформации в христиан. Отправляет он гонцов в разное королевство, говорит о том, какой он хороший, красивый, как он возрождает власть Рима. При нем получает широкое распространение римская забава в воде, где иногда топят людей. Напомню, что римский Колизей во время Папы Иоанна, он еще не разрушен. Он будет разрушен в 14 веке после окончательного землетрясения, которое снесет ту половину кусочек Колизей, которое мы знаем. Ну, вы знаете, Колизей сейчас немножечко сломан, да? При Папе Иоанне он был целым. И там проводились по-разному. Здесь мы вступаем на большую почву мифов. Но проводилось что-то. И Папа сам посещал эти мероприятия. Что? Непонятно, но проводилось. И тут мы можем фантазировать много, но я уж точно уверен, мы не пофантазируем, что там происходили богослужения в римском Колизее он мог найти другое место не менее грандиозное. Например, Киркус Максимус, который в это время был разрушен полностью, да, с Киркусом не получилось, Киркус был уничтожен. Это было отличное место для собраний, для религиозных обрядов, но он пошел в Колизей отстроенный, что там происходило, там неизвестно, что происходило, быть может, он, предававшись забавами Цезарей, учреждал кровавое аресталище, как то было давно-давно в самом Риме. Вообще, он был человеком очень светским. Он не стеснялся обращаться и называть себя по своему до крещения имени, был ровен таким, вовсе нарушая обряд папства, он не говорил мы, обычно папа говорит только мы, мы построим, мы согласимся с вашим предложением, мы подумаем, мы приняли решение, у него не было, у него была фамильярность, я решил, я сделал, ты сделай это, я тебе приказываю, у него было такое. Вместе с этим Иоанн 12 начинает войны, неуспешные для себя, ведет солдат, интересно, как конкретно военачальник, неуспешно завершаются войны, его это не расстраивает, он возвращается в Рим, продолжает заниматься развратом. Почему мы так много знаем про именно его сексуальное пристрастие? Ну, потому что, дело в том, что жалобы, которые сыпались со всех сторон, требовали компенсации, папская казна ведет очень дотошный подсчет всех денег, которые она тратит, так вот, мы знаем, что он тратил деньги на дома терпимости и призывал служителей домов терпимости объединяться с католическими храмами, опытом, да, опытом общения, и, возможно, именно здесь кроется ответ адамитства, адамитства это конфессия еретического толка, адамиты, адамиты это еретики христиане, которые считали, что возвращение к Адаму и Еве, вот этим обнаженным перволюдям, это самое лучшее христианское дело, чтобы искупить грех, необходимо вернуться в состояние Адама и Евы, то есть, не стыдиться своей ноготы, потворствовать культу тела, и первые секты адамитов были довольно, ну, понимаете, они сексуально активные секты, которые, возможно, даже повлияли на молодого Октавиана Тускола, ведь он мог с некоторыми из них общаться, может быть, заразиться идеями, и не сказать, чтобы это была абсолютно не христианская идея, на стыриане тоже, в общем-то, еретики, это еретическое течение, были толерантны к проявлениям любви во всех ее свойствах, первое, любовь, это любовь плотская, которая дарована земными, земными наслаждениями, духовные, но мы как-то еще поймем после смерти, но пока что мы еще живы, мы должны наслаждаться тем, что есть здесь. Естественный примитивизм, секты, напоминающие нынче любителей других, скажем, увлечений, которые называются по-другому носят кожаную одежду и любят насилие друг над другом, называют эту любовью, вы поняли, о чем я говорю, вот это все вполне себе может быть тем корнем может быть его такого поведения, ведь мы не забываем, что папы в это время были иногда ересиархами, то есть по сути папа мог принять ересь, ведь никто не защищен, с одной стороны он христианин, но с другой стороны он какой-то другой христианин другого толка, папа Иоанн 22 будет горячим сторонником, согласно которой весь мир создан сатаной, ничего от Бога не осталось, все создано материально от дьявола, потому что оно материально, оно обрыдло, оно уничтожится, и мы тоже от дьявола созданы, поэтому смысла жизни нету, надо поскорее стремиться к загробной жизни, и даже приближался к учению катаров о том, что ну вообще восточный синкретизм, восточная вера в перерождении, это круто, да, в целом, а еще он не верил в то, что возможно непорочное зачатие, и на одном из кардинальских собраний сказал, что не может Дева Мария непорочной быть, давайте лучше сделаем ее порочной, кардиналы, я думаю, уже привыкшие ловить сердечные инсульты во время собраний, отнеслись к этому нормально, ну уже как-то чем нас еще удивить, да, чем нас еще удивить, возможно, берет начало был ли он тайным поклонником, был ли он таким сектантом, ересиархом, мы не знаем, но мы знаем точно, что долго он у власти не пробыл, 10 лет, это немного для папы, но, замечу, другие и года не продержались, так вот, когда о том, еще только даже не возвращаясь, не возвращаясь еще, в свою Германию узнал, что он продолжает свои дела, развернул армию, и вот тут начинается история, наверное, по романтизму и драме, похожей на Наполеона, конец, теперь война, огромная держава объявляет ему войну, он бежит из Рима и прихватывает с собой всю казну, а я хочу добавить, казна папской курии, это не только казна его, это казна христианских государей, которые жертвуют, жертвуют великой католической церкви, все деньги взяты, и он ушел, и ушел из Рима, это было лучше, чем Наполеон, который отстранился в изгнании на Корсику, согласитесь, он с деньгами ушел, а с деньгами извините, можно и армию нанять, конечно, Атон вошел в пустующий город Рим, люди его придворные боялись открывать окна, думали, что это страшный папа вернулся, его прозвали папа Антихрист, Антихрист на троне папском, и они со страхом ждали, что он вернется, но вернулся Атон, и он моментально провозгласил решение Иоанна 12-го недействительными, и посадил, вот уже, вот уже новая эпоха, будут сажать не римские фамилии, а императоры священно-римской империи, вы понимаете, да, новая эпоха начинается, Льва 8-го, его, немецкого, коренного, у него даже кафедры не было, ну просто, как бы я думаю, был рядом с ним просто архиепископ, Лев, хочешь стать папой, почему бы нет, место папы свободно, Лев 8-й провозгласился новым папой, при живом папе, при живом, еще никто не знал, где Иоанн 12-й прячется, но как только они начали проверять деньги, самое важное, зачем Рим брать, если нет казны, и выяснили, что казны нету, тогда состоялся суд, еще более смертной, и тем, наверное, более показательный суд, завершающий парнократию, суд, начавший парнократию с мертвецом, будет завершать суд, который будет вершить правосудие и его справедливость над отсутствующим обвиняемым, его будут обвинять заочно, без него самого, с чучелом, его личным, то есть, вы понимаете, это достойное завершение, началось с трупов, закончилось муляжами людей, мишенями людей, вот этими чучелами, но они думали, что закончилось, скажу я, они думали, они низвергли папу Иоанна XII, его решения были преданы запретам, его имя вычеркивалось из папских титулярников, его указы, это сердце по нам, это сердце рвется у историков, его указы сжигали, большинством, в большинстве своем сжигали, это ужасно, просто сердце мое рвется от того, что мы не получили интереснейшие указы Иоанна XII, потому как, как говорили современники, он писал очень плохо на латыни, интересная деталь для папы римского, это плохо писать на латыни, но они все уже подумали, что все, новый папа, Лев VIII снова в Риме, а то он не видит смысла в Риме оставаться надолго и покидает Рим снова во второй раз, оставляя Лева VIII. Лев призывает своих сторонников группироваться и дать отпор папе Иоанну XII, где бы он ни был. Но в этот момент Иоанн XII набирает армию и идет снова на Рим. И Лев VIII, поняв, что он немного перегнул палку, бежит за Атоновской армией, тоже бежит, ну тут уже мифы о том, что в сорочке, ночью узнав о том, что горят факела, жгут факела на Лацо, где с Авинтина видны уже стойки Иоанна XII, его рыцари разбивают палатки, он убегает под покровом ночи в одной сорочке на коне к Атону убегает из Рима, Лев VIII. И в Рим входит Иоанн XII снова. И он снова становится папой. Только вот как я понимаю, вы осознаете, что все папы-то, папа Лев сбежал, а кардиналы, которые вы сбирали его, остались. И остались все, кто на суде был, которые его обвинили и лишили короны. И вот, наверное, он бы не стал папой Антихристом, в полной мере самым чудовищным папой на земле в истории всей христианской церкви, если бы не то, что последовало дальше. Рим был занят его наемниками. Это было нечто вроде взятия Рима войсками Суллы в эпоху гражданской войны в Риме. Начался погром римский. Разумеется, много людей было просто убито, потому что попались под руку. Тогда уже не разбирал никого, никто. А папа Иоанн XII вновь надев корону, приказал выбрасывать из окна тех кардиналов, которые участвовали в этом его суде и выбрасывали кто с крыши, кто с окна, а всех, кто еще уцелел, их ждали казематы, куда Иоанн спускался и доканчивал с ними уже. Почему это было правда? Ну, почему, собственно, мы знаем, что это произошло? Потому как после уже его смерти, когда Лев VIII снова вернулся в Рим, ну, у Льва VIII, понимаете, была тяжелая жизнь. Он был избран папой, потом был вынужден покинуть Рим, потом снова вернулся в Рим. Когда вернулся в Рим, некого было избирать его снова, понимаете? Был такой вопрос, когда люди, кто, кто, кто за меня голосовать будет? Ну, решили вопрос просто, а то он снова проголосовал, он взял свои голоса за свои, ну, ладно, нет их, проголосуем так. Не было того, кто даже мог поучаствовать в этом собрании, настолько он засвирепствовал там, что теперь уже духовенство, все, все пошло уже, на самом деле, там были Валтасаровые пиры, Нероновы Игорища, порой перебиваемые на алкоголе и на разное прелюбодеяние, ну, не без этого, конечно. И в итоге, это интересно, шутка, да, он все же не был свергнут, нет. Когда Атон снова получил известие о том, что Папа Иоанн XII снова стал Папой и провозгласил его священника, бывшего архиепископа, отступником, ну, в общем, никто, он был никем, он проправил-то всего несколько месяцев, ну, что там, да не Папа он вовсе, а я 10 лет правил, вот я Папа. Когда он узнал об этом событии, он снова разворачивает армию. Я чувствую, что он был очень, уже, он устал армию туда и сюда гонять, поэтому, когда он собирал ее снова, он сказал, ну, теперь уж точно, теперь мы возьмем Рим и возьмем там золото столько, сколько сможем. И вот тут на пути к Риму он подходит и его накрывает известие о смерти Папы Иоанна XII. Иоанн XII по разным версиям умер от инсульта, по другим версиям его отравили. Одна из красивых версий описывает, что он во время сексуального акта не выдержало сердце, но, с другой стороны, ему было 27 лет в этот момент. Очень спорно, хотя я не знаю, при образе жизни, который вел Папа Иоанн XII, я думаю, что все возможно. Возле алюкуатора фонтана, где он прямо в фонтане развлекался с девицами, ногами, разумеется, возможно, красивая смерть, надо сказать, красивая. Умирал он красиво. По-другой его выбросили из окна, когда он пришел к ее законный супруг наложил руки на папу. Но так или иначе, хронист Атона говорит нам более красивую, конечно, историю о том, что, видимо, наверное, сам дьявол забрал своего верного слугу в ад ударом топора по голове, ударом посоха по голове, вот так, ударом посоха дьявол забрал его. Ну, ладно, он забрал его, а Атону, ты представьте, как обидно. Он хотел разграбить Рим, а ему снова не дали. И получил он пустой Рим снова. Он снова туда входит и снова ставит. Теперь же надолго Льва Восьмого на законное место. И эпоха парнократии в истории Рима заканчивается. Начинается эпоха Священного Рима, Священной Римской империи, долгих взаимоотношений партий прогерманских, проиталийских, побеждает прогерманская партия против провизантийской. Наступает новая эпоха, новые времена, и Рим будет очень долго, очень долго еще оправляться от удара, нанесенного авторитету папской церкви Атеана XII. Его сравнят, наверное, с Аллагобалом, который попытался собственную религию вести в Риме, поклоняться себе. Действительно, мы находим, что он иногда даже упоминал божеств хтонических пантеона древнеримского. Это, наверное, отсылка к таким ранним христианским учениям, которые тоже упоминали всяких богов, демонов и христианского римского пантеона. Такой синкретизм древнего Рима и древнего арамейского язычества, тесно переплетенный с ранним христианством и с иудаизмом. Ну, вот такие штуки он вытворял вспоминали, что он любит сыграть в кости. Папа, играющий в кости, это нечто приятное. Он ворошил кости и шептал Юнона, Венера, дайте мне удачу, посулите мне удачу. Выигрывал некоторых кардиналов, кстати. Нам известно, что он занимал много, но и выигрывал тоже иногда много. Денежки хранятся, как бы папский престол сжигает документы, но он оставляет вот эти вот расписочки, это важно. Документы документами, кто кому что должен, это навсегда. Тем, наверное, нам стоит благодарить Священную Церковь Римскую за то, что она такая пунктуальная. Также пунктуально Иоанн XII был очернен именем Папа Антихрист, больше такого никогда ни у кого не будет, и предан забвению, его долго никто потом не будет вспоминать, а если вспоминать, то, какой ужасный, какой страшный, какой жестокий, какой удивительный, какой невероятный человек. И в то же время добавлю от себя, насколько этот человек был противоречим своей эпохе, насколько он был требовательным к мирской справедливости и к духовности от других, настолько же он не был требовательным требовательным к самому себе. И, наверное, в этом надо извлечь какой-то нам уже урок. Да, очень эффектная римская история. А вот этот вот Сан-Жованни ди Лотерано, там вот это вы называли, так сказать, древняя базилика-то, да? Там, где вот он стоит, да? А сама древняя, по-моему, вот как смотреть на фасад чуть левее там, потому что это уж очень большой пролет в Сан-Жованни. она будет позже. До этого времени она очень укромная, но надо сказать, что большинство этой базилики мы сейчас не можем видеть. То есть, она перестроена уже не в том виде, в котором она была при папе Иоанне XII. Она значительно претерпела много изменений. А Лотеранский дворец, это, по-моему, вот тут рядом, через дорогу, да? Рядом, да, рядом Лотеранский дворец. Ну, на Сан-Жованни, да, на Сан-Жованни это. На Лотеранских холмах. Тогда ведь еще слова Ватикан-то не было еще, да? Нет. Ватикан. Такого слова вообще государство Ватикан. Ватикан это будет в 20 веке. Ну, да, да, Сан-Жованни. Да, но замок Святого Ангела был, он, по-моему, папе принадлежал. Маленький тогда еще замок, тогда еще это даже замком не назвать, это укрепление, укрепление просто какое-то. Не, ну, замок Святого Ангела, то его построили римляне, там был, ну, как сказать, это был мавзолей, там же колоссальный так вот спуск туда, там это какой-то бесконечная вот эта вот такая вот спираль просто в это время он уже не служил как прямо замок, потому что еще не служил, еще не служил, потому что дело в том, что он был, он разваливался в тот момент, он находился в ужасном состоянии, там дыры зияли, там крысы бегали, там казну никто бы не держал, как потом станут держать, но это вот Рим в упадке, вы понимаете, это Рим недавно только вот после конца Рима, Рим после конца Рима, так что замок святого ангела по-настоящему вот маленький такой был очень, ну вот это что потом сделают с ним, это мы уже видим поздно. Ну это над ним надстроили, он был не маленький, не большой, он тот периметр, какой был, вот этот холм могильный, да, над нем, по-моему, деревья росли, да, деревья росли, да, а потом уже вот это вот надстроили, там вот это уже более такая средневековая классическая вот эта крепость, но основание-то оно было всегда, нет, как фортификационный объект, он сразу христиане оценили и сразу стали использовать как некую фортификацию, да, это еще ранние христиане, когда к власти пришли. А сейчас-то он в официальном списке папы числится? Да, он есть, он есть. То есть он тоже вот он был от Бога. Бог какой-то просто был другой, ну вот и все. не-не-не, ну просто у них есть вполне понятный список пап, внятный, да, и есть, значит, параллельно там, когда их было несколько, там к каждому папе свое отношение, значит, это папа, это антипапа, и так далее, вот, значит, вот это вот. Он не был антипапой, не был. Не был. Значит, все эти папа эпохи порнократия, они, значит, признаются папами. Они признаются папами, да, это интересно, они признаются. Это значит, они признаются, значит, неподсудными людскому суду? Нет, да, неподсудными. Это очень важный факт там для этой самой, и, кстати, у них вообще-то были много таких, вот, скажем так, интересных вещей, там вот в самом папском дворце на Ватикане, да, там уже у них вот бывает вот зал, вот этот вот потолок, вот он, значит, другой. Вот раньше был тут такой деревянный потолок, и он рухнул, и там придавило там кого-то вот того-то, а вот в этом зале тоже рухнул. У них типичные были какие-то такие вот постройки, что все время потолки обваливались, да, но, видимо, их всегда кому-нибудь придавливали обязательно там. Или кто-то помог придавить, я добрал. то есть политические такие были потолки у них, они знали, когда обвалиться. Да. Да, то есть там устроили как-то хлипко, вроде как, и странно, почему до сих пор стоит, если так хлипко строили, что там только зайдешь, сразу крак и придавило группу, так сказать, группу священнослужителей. Да, да, видал, что творил, да? Ну, я думаю, что тут половину на него наговорили еще тоже, ну, чтобы видеть, над ним был, как вы сказали, суд был над ним, да? Кстати, не совсем понятен статус суда, разве можно папу судить? Знаете, это как у нас бывает, вот нам сейчас очень хорошо понимать тех людей, нам очень близко это, когда у вас стоит Атон с армией в городе, и он говорит, давайте осудим папу, что-то, я думаю, нам пора осудить папу. Ну, тогда да. Тогда, конечно. Тогда, конечно. Ну, спасибо за ваш рассказ, такой острый, я бы сказал, даже злободневный, все под богом ходим. Ну, конечно, то, что он умер там от инфаркта или от инсульта, от чего он там, ну, это, конечно, понятное дело, ему помогли, там где-нибудь что-нибудь обвалилось, что-нибудь как-нибудь не так сработало, ну, вот, пожалуйста, потом можно придумывать все, что угодно. Так, ну, вот, спасибо, родная публика, подписывайтесь на канал Гроза, это канал Николая Росова, на мой канал, не забывайте подписаться, да, и, вот, пишите, комментируйте, вопрошайте, да, предлагайте, и, главное, деньги присылайте, у меня там внизу есть мои реквизиты, да, я ведь это вот, это бизнес, ничего личного, да, буду, как-то,